Итак, всем привет! Сейчас мы с вами разберем формулу приведения и решим вот такое вот задание номер 9 из профильного ЕГЭ. Что такое формула приведения? Формула приведения это когда мы синус одного угла, например, можем перевести в косинус другого угла или что-то в этом роде. Давайте посмотрим. Итак, 51 на косинус 4 градусов поделить на синус 86 градусов плюс 8. Тут всегда в девятом задании ЕГЭ, если задачка на формулу приведения, в которой есть дробь, там всегда, обратите внимание, суммы углов этих функций тригонометрических всегда в сумме дают там либо 90, либо 180. Разницы никакой нет, что менять, синус или косинус. Ну давайте поменяем, например, синус. По формуле приведения 86 градусов нужно расписать как 90 плюс какой-то угол или 90 минус какой-то угол или 180 минус плюс какой-то угол, либо 270, 360 и так далее. То есть что-то кратное 90 градусам и пополам. Соответственно, это у нас, например, 90 минус 4. 90 градусов минус 4 градуса. И вот теперь мы применяем саму формулу приведения. И можно, конечно, их заучить. Их там чуть больше десятка, по-моему, этих формул. Смотрите, пост, кстати, который был до этого. Но можно запомнить немножко по-другому. Допустим, я наизусть не знаю эти формулы приведения. Можно сделать так. Всегда обращаем внимание на тот угол, который вы здесь записали. То есть угол, который кратен 90 градусов. Смотрим на него. Если он кратен 180, то функция тригонометрическая у нас не меняется. Если же он кратен 90 градусов только, но на 180 не делится, значит функция всегда меняется, скажем так, условно на обратную. Синус меняется на косинус, тангенс на катангенс, катангенс на тангенс, косинус на синус. В данном случае мы видим, что здесь 90 градусов. Это число, которое не делится на 180. Значит, тригонометрическая функция у нас поменяется. Синус сменится на косинус. Все. То есть вот эта часть у нас уходит 90 градусов или 180, неважно. Остается только 4 градуса. Теперь наша задача самая сложная здесь – это определить, с каким знаком. Потому что косинус тут может появиться со знаком минус, например. Это определяется довольно легко. Всегда смотрим на саму изначальную функцию. Что у нас было здесь? Это был синус 86 градусов. Определяем, какая это четверть. 86 градусов – это первая четверть. И как вы знаете, синус в первой четверти, он у нас положителен. Значит, вот это значение должно быть положительным. Значит, и когда мы его видоизменили в косинус, он тоже должен быть положительным. Значит, здесь будет знак плюса. И все. То есть, как бы, не надо заучивать все эти формулы. Дальше. Ну все, тут косинусы сокращаются. Остается 51 плюс 8. Ответ 59. Ставь лайк, пиши коммент. Субтитры сделал DimaTorzok